Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Сегодня говорим о том, как помочь самим себе выйти из трудной жизненной ситуации, если родители и общество отвернулись. В 2009 году в Рязани появился интересный клуб «Успех в твоих руках». Это был подпроект такой, проекта «Огромного дорога в жизнь». Проект огромный основан на том, что Николай Вешта создал игру, как игру по станциям ролевую, где волонтеры, дети, которые хотят поучаствовать в этой игре, становятся сами сотрудниками полиции. Детям раздается, обычным детям в школах, раздаются ситуации. У меня украли телефон, у меня залили соседи, сосед разбил мне машину, во дворе зацепил. И дети, которым далась эта ситуация, там по два, по три человека, либо группа, если много детей, должны решить эту ситуацию. То есть показывается хронология действий, как в жизни. Также проект «Дорога в жизнь» сделал небольшой подпроект. Это «Клуб противодействия». Это правовой клуб, где ребята, волонтеры работают по правам, в принципе. Права человека, работает у нас юрист, адвокат работает у нас Илья Крюков. И вот этот подпроект «Клуб «Свех твоих руках» для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, которые совершили какое-либо правонарушение, либо где-то плохо учатся в школе, не слушают родителей, пропадают дома. Разные трудные жизненные ситуации бывают. То есть, как говорят педагоги, трудный подросток. В принципе, трудный подросток, это слово, и нет такого, и нет определения четкого, трудный подросток. Есть подросток, попавший в трудную жизненную ситуацию. Может быть, у него что-то случилось плохое, и вот он ведет себя так плохо. Но нужно раз подлезть под него, подковыряться, что там, и решить его проблему. И вот этот клуб основан на том, что подростков привлекают к добровольческой деятельности. И через добровольческую деятельность они меняют свой социальный статус, социальную роль в обществе, в принципе, и, соответственно, социализируются грамотно уже так, как надо. Как правило, такие мальчишки, они, скажем так, не очень любят дисциплину, не очень любят кого-то слушать. Максимум, своего лидера. Насколько можно в доверие втереться, скажем так, и помочь реально человеку? Насколько они откликаются, как быстро это происходит? Ну, вот в моей работе, в моем клубе происходит на второе занятие, потому что это непринудительно. Они приходят, первое занятие ко мне присылает их либо КДН, либо детская комната милиции, либо школьные, эти внутришкольные учеты, и уже приходит ко мне человек 20-25, они сидят, смотрят на меня, и я прихожу к ним, естественно, не в пиджаке, не в рубашечке, я прихожу в своей обычной повседневной одежде, я хожу ярко, у меня желтые штаны, зеленая футболка. Прихожу, они смотрят на меня и смотрят, что я не бабушка 60-летняя, которая будет говорить, какой ты плохой, как ты плохо сделал, ай-яй-яй, иди сядь на последнюю парту. А скажу им, ребят, привет, как у вас дела вообще? Как, че, чем живете-то? Но после буквально минут 20, как я с ними поговорю, уже начинаются какие-то очень часто, а можно покурить выйти? Я уже не могу сидеть, вот ему 14 лет, а он, я уже не могу сидеть, все, можно покурить? Я говорю, ребят, ну, вот, говорю, я не курю, говорю, давайте, может, как-то и вы не будете курить. И со временем уже вот на второе занятие они говорят, а что, нам тоже приходить, да? Я говорю, да нет, ребят, вы если ходите, можете не приходить. Но почему-то они все приходят. Максим, вот одна девочка у меня ушла только, и все. Но она ушла танцевать в какой-то коллектив. А так они приходят все сами. Как бы я даже не знаю, почему. То есть они просто приходят. О чем обычно вы говорите с теми ребятами, которые приходят? Только ли о проблемах или стараетесь вообще вывести их на совершенно другую тему? Стараюсь вывести совершенно другую тему, потому что если постоянно зацикливаться на одном, говорить им то, что это плохо, это вот у тебя плохо, это плохо, это плохо, это плохо, и причем при всех, при всем коллективе, то потом они еще и между собой это будут говорить. Ах, вот ты за что сюда пришел. Ах, вот как получилось. И начинают перемалывать эту ситуацию между собой уже. И выходит это на более-более-более. Знает больше двух, знает вся Рязань. И, соответственно, стараюсь, если это какая-то серьезная проблема, индивидуально как-то с ними разговаривать. Девочке было плохо училось, она нашла волонтеров, студентов, которые подтянули ее по физике, сдала, пожалуйста. И я, и коллеги мои считают, что воспитание не должно происходить вот в одной где-то грани, семья, школа и все. Оно должно происходить где-то в общественных организациях, в каких-то движениях. Возможно, это улица, но улица тоже разная бывает. Соответственно, нужно как-то эту улицу тоже корректировать, чтобы выйти на тот уровень, который нужен. Воспитание – это такая линия, где есть норма, ну, определенная, заданная обществом, и есть типа плохое, а есть типа хорошее. Допустим, у нас считается, что волонтерство – это хорошо, а бить окна – это плохо. Но в любом случае и это активность молодежи, и это активность молодежи. И вот если вот эту плохую активность перевести сюда вот, то она будет хорошая. И вот они, подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, идут, проводят акцию «Письмо в будущее», «Цветок в подарок» на 8 марта, различные ездим в детские дома, ездим на экскурсии в СИЗО, куда только не ездим. И дети мои считают, мои волонтеры, и дети мои считают то, что, ну, как бы, наверное, я, может быть, им бил в голову. Моя идея – добро основа мира. И вот когда я им это говорю, они сначала смеются, а потом буквально через месяц повторяют мне это и везде пишут. Недавно плакат принесли, где это писано, большими буквами. Очень приятно было. Кто организует, за счет чего, какими силами и средствами? Сама, поскольку езжу в соответствующее учреждение, знаю, сколько всего нужно собрать, отправить кучу запросов, чтобы пустили. Как у вас это происходит? Нам помогает, очень сильно помогает управление образованием, молодежной политики, комитет полномерсовершеннолетних, министерство молодежной политики. Различные сферы помогают. Люди говорят то, что никто ничего не делает, не помогает нам ни государство, ничего. Помогают. Пожалуйста, приходишь, говоришь, да, я хочу. Берите. Нам помогают все и со всех. Помогают просто люди, которые отписывают. У нас есть группа ВКонтакте. Отписываются. Говорят, да вот, пожалуйста, приезжайте. Вот мы ездили 14 июня, ездили в центр психологии, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Они проводили нам экскурсию, у них там очень крутые аппараты стоят, такие по борьбе с наркоманией. Сами предложили нам, не хотите приехать нам на экскурсию? Пожалуйста. Собрали людей, приехали. То есть для детей и для подростков, в частности, в общем-то, главное, чтобы их замечали и с ними советовались. А не хочешь ли ты съесть? Да. Говорят, да, хочу. Да. Главное, чтобы не говорили то, что вот, да, сделай, все. А такой, в психологии есть такая штука, выбор из выбора. Когда, допустим, ребенку маленькому говорят, ты будешь гречневую кашу? Он говорит, нет, не буду. А когда ему говорят, ты будешь гречневую кашу или грекулесовую, он какую-нибудь да выберет. Они же вроде обе полезные, но он какую-то да выберет. И так же и любому человеку, в принципе, от нуля до шестидесяти. Солилизация идет, она же до конца воспитания идет. Она же не заканчивается на 14-15 лет. И ему приговоришь, пойдешь куда? В сезон на экскурсию или туда на экскурсию? И он в любом что-то выберет. А потом предлагаешь еще что-то. И в итоге, в итоге, в итоге, в итоге сходится на все. Охватываешь все и сразу. Артур, вы не считаете, что проблема на самом деле уже не в детях? Все-таки дети – это результат. А проблема в воспитателях, в родителях, которые не доглядели. Может быть, стоит с ними тоже поработать как-то? Возможно, согласен. Тут даже дело не в том, что не доглядели. Не захотели посмотреть. Да. Вот, мне кажется, не захотели посмотреть, либо сказали не те слова не в то время. Потому что переходный возраст, он как раз вот такой очень опасный. и если мама говорит, там, ребенок приходит, и у него что-то случилось в школе, двойка какая-то, и она начинает говорить, вот опять у тебя двойка, опять там ты такой вот сякой стул привернул в школе, еще что-то сделал. Ну, зачем? Неужели нельзя просто сесть, сказать, а давай с тобой вот посмотрим, что двойка-то, почему? Давайте вот посмотрим, прорешаем с тобой вот все, что ты неправильно решил. А завтра я схожу к учительнице и скажу, что вот ты исправился. Вот как надо сделать. И учителя не должны говорить, если ребенок, школа признана, у нас как бы одна из функций школы воспитательная. Какой возраст у мальчишек, и может быть у девчонок он другой, самый трудный? Самый-самый трудный, наверное. И у девчонок, и у мальчишек один возраст, это вот 12-13 лет, 14 максимум, и уже вот после 15 они начинают понимать, уже легче работать. А вот помладше тяжело, потому что язвят очень сильно, сарказм от них. Да весь возраст хороший. Нет тяжелого возраста, весь возраст хороший, нормальный. Просто с ними надо общаться. Если ему 12 лет, то я становлюсь так, что мне 12 лет. Если ему 16, я становлюсь так, что мне 16. Если ему 30, я становлюсь, что мне 30. Они у вас все по группам ходят? Да, да. Вот сейчас четвертая группа только закончила. У нас родительское собрание провелось, по-моему, 1 июля, в День защиты детей, провелось родительское собрание. Четвертая группа закончила работу. И в следующий, в сентября, начнет работа новая группа, пятая. И ее будут вести уже не я, а уже вот эти ребята, которые выпустились в этой группе. Уже они будут вести своих детей таких. А еще уверен Артур, нам с детства закладывают неверные стереотипы, которые часто дезориентируют во взрослой жизни. Из самого рождения, с самого детства, нам говорят, что вот милиция все придет, заберет, посадит, закрепит там где-то, замурует. Это не так это. Хорошая у нас полиция, хорошие у нас правоохранительные органы. Они действительно работают. Что бы вы посоветовали ребятам? И прежде всего, скажите, где вас искать, если вы не успели узнать, что у них не все хорошо, но они увидят вас? Искать меня на Свободы 52.2 это Центр Сказка, офис Центра Сказки, лагеря детский общепрозывательный и оздоровительный центр. И ВКонтакте Артура Квельянов. Находите, пишите в личку. Отвечу на любой вопрос. Приеду куда угодно, во сколько угодно. Хоть будь то 4 утра, будь то час дня. И ребятам, наверное, посоветую. Добро основного мира и пусть все живут этим, потому что все началось с добра когда-то. Даже добавлять ничего не буду, замечательная точка. Это была программа «Семь минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин